Всем привет ребят, вы на канале Turbo PC, сегодня у меня для вас интересное видео о сборке компьютера за 150 тысяч рублей, и это будет самый сбалансированный и мощный вариант для 2K гейминга. Поэтому сажитесь поудобнее, желаю приятного просмотра, досматривайте это видео до конца, в конце будет приятный бонус. А начнем с выбора процессора, это полюбившийся многим Ryzen 5 7500F, он явно фаворит в своем ценовом диапазоне, если мы берем только новые компоненты с гарантией, ну по крайней мере мне он выходит дешевле и выгоднее чем i7-12700F, либо 13500, и в игровых проектах показывает отличные результаты. Наш камушек имеет 6 ядер 12 потоков, этот процессор не имеет встроенной графики, поэтому и имеет индекс F в конце названия. Повышенный L3 кэш 32 мегабайта, то очень много за нашу стоимость, в районе 17 тысяч рублей. Ну и также повышенные частоты в Turbo Boost, об этом расскажу позже. Построен он на современном сокете от AMD, AM5, и скорее всего этот сокет будет актуален еще более 5 лет, это очень перспективно. Имеет заявленное тепловыделение в районе 65 Вт, но если использовать AVX2 инструкции, то можно выжать из него целые 135 Вт. Отличная производительность в однопотоке, что будет плюсом именно в игровых задачах, что нам собственно нужно. Далее материнская плата. Нетрадиционная компания гигабайт в моих сборках. Это модель B650M Gaming X AX. Огромный радиатор на цепях питания, чего нам за базом хватит для нашего процессора, и на будущее улучшение. Также обязательное условие для клиента, это чтобы был Wi-Fi адаптер и Bluetooth. Если бы нам это было не нужно, сэкономили бы еще 4000 рублей. Имеется 2 слота под скоростные SSD диски и 4 слота под оперативную память. Удобный, интуитивно понятный даже для Вичку обновленный BIOS. Также является преимуществом на платах этой компании. Система охлаждения процессора у нас новинка. От Jonesbo. Версия SR3000 с RGB подсветкой и эффектом бесконечности на вентиляторах. Огромный радиатор и целых 7 медных трубок. Хорошо отводят тепло от нашего не самого горячего процессора. Подсветка смотрится стильно и надежно. Также имеется 2 вентилятора по 120 мм, которые максимально быстро отводят тепло от нашего процессора. И вследствие температуры будет в пределах нормы. Но в любом случае нужно настраивать обороты кулеров в BIOS для большей стабильности и тишины. Далее оперативная память. Формат DDR5 от G-Skill Ripjobs S5. Общий объем 32 ГБ. CL30 6000 МГц. Также уверенный среднячок в мире оперативной памяти. Еще и с неплохими стальными радиаторами, которые не будут лишними для охлаждения. Тут чипы от Hynix Adai, которые можно еще немного подразогнать, если нам конечно это будет нужно. SSD диск проверенный временем. Производитель Adata. Версия Легенда 960. Это PCI Express 4.0. Высокие скорости, плод до 7000. Объемом 1 ТБ. Этого объема нам охватит на ближайшее время на пару-тройку игр. Парочку рабочих программ. Ну и в будущем можно добавить еще несколько дисков большего объема. За питание системы будет отвечать блок питания. Версия PK800D. Бронзовый сертификат 80+. Платформа CVT. Довольно таки тихий вентилятор. 5 лет гарантии от производителя. И запас более 300 Вт для нашей системы. Соответственно перегрева элементов не будет и проживет он по идее дольше. Я такие блоки ставлю на постоянной основе. Похожие сборки. По моему мнению этим блокам можно доверять. По крайней мере меня они еще не подводили. Но если у вас есть возможность добавить еще пару-тройку тысяч. То можете рассмотреть варианты модели от Deepcool, PX, PQ, DQ, XPG реакторы и так далее. Далее видеокарта. Это Nvidia. Только вышедшая RTX 4070 Super. Версия от MSI Gaming Slim на 12 ГБ. Имеет массивный радиатор. Три кулера для охлаждения. Питание 12 Power или 16-пиновый коннектор нового типа. Тихая видеокарта. Я бы сказал уровня выше среднего. Ну и соответственно температуры будут в пределах нормы. Симпатичная подсветка, которая переливается всеми цветами радуги. И автоматически делает нашу видеокарту игровой. Погонял видеокарту 4Marki. Это тест без снятия Power Limit. Запустил сканер температуры и мы наблюдаем без разгона Эндервольта адекватную температуру в районе 70 градусов и вращение окулеров в районе 50%. Практически не слышно. И это после 7 минут стресс-теста. Потребление нашей видеокарты кстати не превышает 230 Вт. Что очень хорошо по сравнению с 30 линейкой видеокарт от Nvidia. По итогу мы получаем хороший результат по температурам и отличную производительность в современных игрушках. За небольшую стоимость. И Эндервольт никто не отменял. И пойдет это только на пользу всем видеокартам. Рекомендую это сделать. Хуже точно не будет. Плюс есть технология генерации кадров под названием DLSS 3.0. Которая в моменте прибавляет практически треть фпс. Не теряя при этом в качестве игр и имеет большой потенциал в будущем. Как ни крути, с новыми драйверами в ближайшие годы качество графики будет расти. Как и производительность нашей видеокарты. Корпус бестселлер. Я уже более 100 сборок сделал в нем. И его старших братьях. У нас сегодня модель QGuardow Face RGB. Хорошая модель по соотношению цена и качество. При сборке корпус оставляет только положительные эмоции. Он тут был выбран по нескольким причинам. Это в первую очередь, чтобы все переливалось в RGB подсветки. Небольшая стоимость. Это у нас 6000 рублей. Из плюсов еще есть хорошие съемные фильтра на передней панели. И верхний так же самое. Передняя панель из стекла. Но в комплекте присутствует вторая съемная панель из сетки. По желаниям можете ее установить. Также преимуществом будут показатели максимальной высоты процессорного кулера. По этому показателю, а это 190 мм, мы можем понять, что корпус широкий. И можно даже с переходником вставлять видеокарты 40 линейки. Без опасения, что коннектор будет изгибаться. Еще я дополнительно установил три вентилятора от Jonesbo. А штатную вертушку снял. Это сделано по желанию клиента. Но очень ему понравился эффект бесконечность. По шуму они неплохо себя показали. При том, что поток воздуха неплохой. Подсветкой можно управлять утилитой в системе. Без проблем можно отрегулировать скорость вращения кулеров. В биосе, что собственно я сделал и вам также рекомендую. Все комплектующие в этой сборке обошли 150 тысяч рублей. Без работы. Все комплектующие в этой сборке абсолютно новые на гарантии. С официальными гарантиями по России. А в известном магазине три буквы вы бы отдали на 15-20 тысяч рублей больше. Без качественной сборки и проверки на брак всех компонентов. Ну и операционной системы. Выводы делайте сами. А заказать именно такой компьютер, либо ПК под ваши задачи и бюджет можно у меня. Ведь я занимаюсь сборками компьютера в прямом эфире. На стримах под вашим четким руководством. И с соблюдением всех правил. Ссылки на контакты будут в описании под этим роликом. А также всем, кто успел заказать компьютер в ближайшее время. Я напомню, доставка у меня по СРСи. Будет идти в подарок мой именной коврик или фирменная турбописи кружка. Поэтому пишите в заказе, что желаете получить коврик или кружку. И он или она будет радовать вас своей красотой. Ну и небольшой вам гайд по настройке биоса. Так как много ребят это просили. Биос я обновил до последней версии. Она есть на сайте материнской платы. Включаю ПК и нажимаю кнопку DELT для входа в биос. Далее выставляю XMP профиль. У нас 6000 CL30. Заходим в расширенный режим. Потом в раздел Твикер. Далее Advanced KPU Setting. Это настройки нашего процессора. Далее заходим в Precision Boost Overdrive. Он же PBO. Ставлю вместо авторежима режим Advanced. Я еще снимаю все лимиты. Пишу к примеру 20000. Ну или самые максимальные цифры. Далее двигаюсь вниз до нашей курвы. Она же Curve Optimizer. Выбираем L-Core. Это значит что все ядра равномерно будут настроены. И выбираем негатив. И вписываем значение от 1 до 30. Я в среднем ставлю 10. Но были у меня экземпляры которые стабильно работали в минус 30. Ну соответственно чем значение больше. Тем меньше будет подаваться напряжение на наш процессор. И тем холоднее он будет. Но так как я немного вернусь назад. И накину чисто символически 100 МГц нашему процессору. Ну потому что это можно без ущерба сделать. Некоторые экземпляры и плюс 250 работают. Но мы ограничимся значением плюс 100. Выбираем позитив. Это значит что мы поднимаем частоты. А негатив это опускаем. Нажимаем F10. Enter. Далее все это тестировалось в сети AVX2. Стресс тестом. По питанию. И позже запускаем Ucruncher на 3-4 часа. Если все стресс тесты пройдены. Значит мы настроили наш компьютер. Если выскакивают ошибки. Уменьшайте или увеличивайте значение. Чтобы добиться максимальной стабильности компьютера. Ну и после всех этих настроек. Заходим в BIOS. Там же нажимаем Tweaker Advanced Memory Setting. Это настройки оперативной памяти. И устанавливаем Memory Context Restore в режим Enable. Тем самым включая его. То же самое проделываем с Power Down Enable. Именно эти настройки позволяют нам не ждать 30 секунд для инициализации. И ПК будет запускаться в течение 10 секунд. Также F10. Enter. Вроде все подробно рассказал. Опять заходим сохраняем профиль. И радуемся высокому и стабильному FPS. Но если вам не хочется заморачиваться с этим всем. Можете заказать комплексную настройку ПК у нас. В группе ВКонтакте. Такие услуги также предоставляем. Далее проверено, что способен этот монстр в игровых задачах. Напоминаю, что все тесты проводились в 2К разрешении 2560 на 1440. В первую очередь протестировал God of War. Высокие настройки игры. Видеокарта загружена практически на 100%. По игре можно уверенно сказать, что на 120 FPS мы можем рассчитывать. При высоких настройках графики. Также обратите внимание на датчик температуры видеокарты. Она вполне адекват. В районе 68 градусов. Далее Cyberpunk 2077. Включил в RTX лучи. И с DLSS на качество мы получаем в районе 80 FPS. В бенчмарке, который нам предоставляет сама игра. Это естественно с созданием кадров. То есть DLSS 3.0. Так это называется в Cyberpunk. Отличный прирост и красивая картинка на выходе. Напоминаю, что это 2К разрешение. Это, конечно, практически самые высокие настройки графики. Далее RDR2. Высокие настройки графики. Запустил бенчмарк, чтобы протестировать все прелести игры. Смотрим на датчики в левом верхнем углу. Потребление видеокарты в районе 3 Вт. Этот датчик немного съехал. В начале там двоечка потерялась. В районе 200 Вт у нас потребление. Еще раз напоминаю, это не Full HD, а полноценный 2К разрешение. Получил я примерно 120 кадров. Порой даже до 170 доходили показатели. Шикарные показатели. Крутой FPS. Шикарный компьютер. Далее Counter-Strike 2. Все ползунки выкручены на максимум. Высокие настройки графики. И картинка плавная и реалистичная. И тут мы с вами выбиваем около 300 FPS. В пике я видел 400 FPS, что прям заоблачно. Картинка смотрится невероятно красиво. Показатели FPS вполне подходят для комфортной игры. Тем самым еще раз доказываем себе, что повышенные частоты и L3-ти кэш бустят киберспортивные игры. Ну и перейдем также к процессорозависимой игре. Человек-паук. Высокие настройки графики. 150-170 FPS я все же получил. Но если покопаться в настройках и включить все нужные параметры, то можно еще процентов 10 выиграть минимум. При этом картинка не уступает красоте и четкости. Отличный показатель для нашего компьютера. Ну и напоследок не мог обидеть любителей Гарри Поттера. Максимальные настройки графики. 2К разрешение. И у нас 160 кадров. И по этой игре можно сделать выводы, что все современные игры будут отлично работать на нашем компьютере. И можно смело рассчитывать на 5-8 лет этого компьютера точно хватит. Также для любителей бесплатных розыгрышей. Хочу напомнить, что у меня в группе ВКонтакте Turbo PC проводятся регулярные розыгрыши вся как одноты. Абсолютно бесплатно. Если вам из этого что-то нужно, то условия максимально простые. Выполняются за 30 секунд. Всем желаю удачи. И может именно ты выиграешь свой заветный приз. За счет того, что участника не так много, шанс выигрыша увеличивается максимально. На сегодня у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось. Дизлайки, если не нравится. Пишите комментарии для продвижения канала. Всех обнял-приподнял. Всем пока.